Приветствую вас. Причин поведения начальника может быть несколько. И, наверное, наиболее вероятные две причины, которые чаще всего встречаются в, скажем так, трудовых отношениях. Это, значит, первая причина – это симпатия, возникшая, ну, резко возникшая симпатия к вам, допустим, это первая причина. Вторая причина – это какое-то опасение конкуренции с вашей стороны. То есть, мужчина, вот, грубо говоря, по какой-то причине, да, боится конкуренции, что вы будете, ну, конкурировать с ним. Ну, вот. То есть, ну, это, причина этого, конечно, заключается в том, что человек, как бы, в себе, да, просто-напросто не уверен. Вот. И, соответственно, у него, как бы, здесь просто, ну, по сути, защитный, защитный, защитный механизм идёт. Вот. И всё. То есть, это просто, вот, защита, защита такая у мужчины. Вот. Вот. А, в принципе, в принципе, вариантов, наверное, самого такого поведения, да, вариантов, ну, наверное, больше нет. То есть, тут, как бы, только такие варианты. Вот. А, но, но, что я хочу сказать, да. Важно, вот именно важно, важно то, как вы сами себя ведете с мужчиной на работе, то есть, что вы делаете, опять же, на работе. К примеру, вы имеете полное право не брать работу, которую вам дает начальник, там вот после окончания рабочего дня, вы имеете полное право не брать работу. Если вы ее берете, ну это, собственно, вопрос так, как бы к вам, почему вы ее берете, то есть, вы не можете отказать человеку или как, или что. Да, то есть, как бы это вот, вопрос к вам такой. Вот. В принципе, я думаю, что, наверное, нужно больше информации нам о вас для того, чтобы лучше понимать, что конкретно вот происходит между, ну, между вами, да. вот, чтобы лучше отдавать себе отсчет в том, как вы выстраиваете отношения со своим начальником, да, и так далее. Вот. То есть, на мой взгляд, это очень важная история, и без ее понимания, ну, в общем-то, будет довольно сложно, довольно сложно что-то вам ответить такое более детально, да. Вот. А я думаю, что, в первую очередь, поговорить нужно, конечно, с самим начальником, да, это безусловно, да, поговорить, ну, нужно именно с начальником, ну, потому что, опять же, человек, как бы, нужно, нужно попытаться, нужно попытаться все выяснить, там, так или иначе, вот. Постараться, нужно постараться все выяснить, вот, постараться сделать так, чтобы придраться к вам было, не дошло, вот. И если придирки все равно будут, то в таком случае уже обращаться, значит, тогда к высшему стоящей станции, да, либо в профсоюз, либо в профсоюз, то есть это вот такой момент. В целом, поддерживаю здесь своего коллегу в том, что вы как-то, вот, обсравниваете себя с другими, да, почему-то, вы сравниваете себя с другими. И у вас есть, Олеся, возможно, проблемы с личными границами, потому что вы не можете отказать. Ох, вот. Ну, я думаю, что у него к вам симпатия. Скорее всего, он просто вот ищет повара, чтобы с вами как-то поконтактировать. То есть это, как бы, как правило, такая игра, называется игра «Скандал», вот. Когда, значит, ну, когда человек внешне ведет себя достаточно негативно, вот, то есть он проявляет какие-то, вот, ну, какие-то агрессивные аспекты такой человеку. на самом деле, а, значит, у него есть чувство к вам, но это не факт, это нужно смотреть, ну, нужно исследовать, это нужно разбирать, вот. Вот именно. то есть не торопитесь, а, ну, записывать, а, его в какие-то, негативные характеристики, да. Вот. Сюда нужно статус, 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 статус и изучить. На этом все. А, я надеюсь, что помог вам. А, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А, если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. А, желаю вам всего самого доброго. И удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok